30 июля в день ВМФ в главной базе КФЛ города Каспийска прошел военно-спортивный праздник, организованный моряками флотилии при поддержке правительства Дагестана. Здесь собрались не только каспийчане, но и гости со всей страны, которые поделились ожиданиями от предстоящего мероприятия. Мы приехали с Ростова на Дону с дочками, со всеми большой семьей. Специально подготовили время именно ко дню морского флота. И сейчас мы находимся на набережной, ждем. Сейчас будет хороший такой салют и праздник будет большой. Мы хотим посмотреть залпы, посмотреть, да, грандиозные будут залпы здесь, я так думаю, потому что мы смотрели уже перед этим, мы смотрели. Началось мероприятие с исторических фактов создания военно-морского флота страны, а также Каспийской флотилии. Образована военная флотилия, принявшая боевое крещение у берегов Персии. Именно эта дата и является днем основания Каспийской флотилии. Белоснежный катер «Альбатрос» с командующим краснознаменной Каспийской флотилией контр-адмиралом Александром Пешковым и председателем правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым вышли из бухты и направились в сторону трибуны навстречу катеру связи, на борту которого командующий морским праздником командир соединения надводных кораблей капитан первого ранга Сергей Зотов. Он доложил командующему флотилии контр-адмиралу Александру Пешкову о готовности начала праздника ВМФ. Товарищ командующий краснознаменной Каспийской флотилии, корабли и суда Каспийской флотилии в составе восьми вампилов для парада вознаменования Дня ВМФ построены. Командующий парадом капитан первого ранга Зотов. Катер командующего флотилии последовал к строю кораблей для поздравления моряков с праздником Днем ВМФ России. В торжественном строю были представлены ракетный корабль «Дагестан», большой гидрографический катер Николай Ивашенцев, судно контроля физических полей СВЭП-95, малый артиллерийский корабль «Волгодонск», базовый трачек «Магомед Гаджиев», пограничные сторожевые корабли «Дирбент» и «Бриллиант». После завершения обхода кораблей катер командующего направился к причалу, где его ждал почетный караул. Далее на экране перед трибунами по прямой трансляции из Санкт-Петербурга с поздравительной речью выступил верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации президент страны Владимир Путин. Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота. На протяжении веков наш флот был и остается нерушимым стражем рубежа Отечества, его гордостью и славой. Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ. Началось военно-спортивное мероприятие с театрализованного представления с участием основателя ВМФ России Петра I. Далее торжественно открыло морской праздник прохождения катеров с флагами и фанфарами. На белоснежном катере «Альбатрос» развивался флаг России. Над катером связи КСФ 1549 флаг ВМФ. Противодиверсионным юноармеец Каспия гордо развивался флаг Дагестана, а на борту сторожевого корабля «Сокол» – флаг пограничных органов. Следующим эпизодом стало пресечение нарушения границы и захвата корабля пиратами. Судно, захваченное террористической группой, обнаружено кораблями береговой охраны, осуществлявшими патрулирование в назначенном районе. С пограничных сторожевых катеров проекта «Мангуст» подается сигнал на остановку судна с применением звуковых, световых и пиротехнических сигналов. Далее были продемонстрированы проделывания проходов в морском минном заграждении, морской бой с кораблями и отражение ударов средств воздушного нападения противника, введение противодесантной обороны и высадка морского десанта, бой за высадку на берегу, оказание помощи судну терпящему бедствия, пролет авиации. Последним эпизодом спортивного морского праздника дня ВМФ стали фонтаны на воде, которые эффектно били из лафетных стволов спасательных буксиров РБ-397, СБ-738 и СБ-45. Завершилось праздничное мероприятие выступлением солистов ансамбля «Песни и пляски» Южного военного округа под руководством начальника ансамбля Игоря Марченко. Вскоре представители госструктур под руководством председателя правительства Республики Дагестана Абду Муслима Абду Муслимова по поручению главы региона Сергея Меликова провели вручение государственных наград, отличившихся от военнослужащих, а также поздравили всех с праздником военно-морского флота. У нашего подрастающего поколения есть добрые примеры, примеры мужества, примеры отваги, примеры патриотизма, к чему мы можем учиться у моряков. Поэтому я еще раз от себя лично, от имени Сергея Алимыча, были под главу Республики, искренне поздравляю всех наших моряков и все службы, которые обеспечивают деятельность Каспийского флотина, использованные в городе Каспийской республики Дагестан. Мне было очень приятно продемонстрировать свои умения перед жителями города, гостями которых в этом году очень много. Я хотел бы всех поздравить с Днем военно-морского флота, пожелать вам мира, семейного благополучия, здоровья и счастья. Моряки Каспийской флотилии приложат все усилия, чтобы мир и благополучие, безопасность в районе Каспийского моря сохранялись. Кроме того, к пожеланиям присоединились гости мероприятия и поделились своими впечатлениями, полученными от военно-спортивного праздника. Мы всех поздравляем с Днем военно-морского флота, желаем всем счастья, здоровья, всего самого наилучшего. В этом году прошел замечательный просто парад, нас очень порадовал, было все великолепно, на потрясающем уровне. Мне очень сильно понравилось, мне впечатление уйма. Все заснималось, все очень красиво придумали. Поздравляю парней с Днем военно-морского флота. Очень гардиозный праздник, очень красиво все происходило, все эти выход кораблей на море. Также боевые упражнения очень впечатлили, стрельбы. Все так захватывало дух. Очень серьезный, красивый праздник. Хотелось бы поздравить всех офицеров военно-морского флота, сказать им от души, поздравляю, чтобы все их силы принимались только в мирное время, на мирном небе, чтобы их семьи были счастливы и всегда дожидались своих мужей. Субтитры сделал DimaTorzok